Ну, флажолет он правильно извлекать не умеет, то есть он его извлекает через зад. То есть здесь как бы ничего не поделаешь, то есть можно сказать, что типа там, ну вот опять же, вот тот пример, да, когда мы, это микроумеет ли, да, вот чувак показывает флажолет, и он извлекает неправильно. То есть такой способ извлечения ведет к тому, что человек не сможет играть их быстро подряд. То есть смотрите, в чем ошибка, он начинает закручивать, добавлять винт. Зачем? То есть когда вот обычный дарвиз, варс с флажолетом. В любом месте, да, мы берем. То есть я хочу, чтобы вы говорили подряд порцию. Вот вам, пожалуйста, пример, да. Несколько секунд мы потратили, я показал, как это делается правильно. Он это делает неправильно. Почему? Не знаю. Может быть, подсказал кривой учитель. Может быть, что-то там, что-то пошло не так. Значит, какая здесь может быть реакция? Опять же, если представить, что он на месте этого чувака, если делал бы условно какой-нибудь там фамин, то же самое. То есть или он говорит, типа, у нихера себе, блин, всю жизнь делал неправильно, сейчас он наконец-то понял, спасибо. Вот если я увижу, что я какие-то вещи делаю неправильно, и это очевидно будет просто, ну сразу мне покажешь, смотри, чувак, вот это делается вот так вот. То, как бы я скажу, о, клево, спасибо. И, опять же, условно, какое-нибудь там братья, рок-братство, они начнут, типа, или... То есть, вот, короче, понимаете, да, адекватность реакции. Штраф, если ты что-нибудь, то есть, ну, короче, это просто пипец абсолютный. Вот так оно работает. Посмотрим дальше. То есть, фажолетом уже крах. И, как бы я это ни сказал, я мог бы сказать, да, что, ну, не совсем правильно извлекать фажолет. Давайте я покажу вам способ получше. А могу сказать, да что он там ковыряет, какую-то беспредельную хрень. Абсолютно бурда, не имеет смысла. Просто хлебная возня кривая. Естественно, новички просто будут так играть, они потом все руки все повыкручивают в не ту сторону, и все будет через жопу. От этого, как бы, от подачи не меняется смысл. Абсолютно никак. Посмотрим дальше. Вот тут он уже начинает еще хуже падать на гитарное дно. То есть, он, видимо, пытался... Я не знаю трифта, но там, типа... Какой-то это пэнткиллер как-то. Если он хочет тоже губенить там... С фажолетами, опять же, его способ будет вести по кривой дорожке. С выкручиванием рук и с потешным хлебом. И, опять же, вот когда говорят там по поводу внешнего вида, я его не обсираю, но согласитесь, что картина, когда чувак такой весь в пиджаке с волосами, такой просто бьерн желтогитарный, сейчас начинает нам рассказывать про то, и на выходе звучит вот это... Какой-то куриный кашель. Но это смешно. Это просто, ну, обычная прожарка. Да, как вот есть, мы открываем какую-нибудь там поперечную, там есть чуваки, которые начинают прожаривать. Вот это просто обычная гитарная прожарка. Вот эти все ужимки, такой, типа, the shuffle different, I want to show you my guitar, wear a key skill, и все это далее. Но это же смешно, то есть, когда... Я понимаю, когда, допустим, Брэндон Уэллис скажет, типа, и сейчас я покажу нахрен руку... И пойдет просто жарень. А вот этот чувак, он жарень уже показать не может, все. То есть, уже как бы... Ну да, это просто, ну, не игра, это куриный кашель. Сейчас. То есть, вместо того, чтобы... Реально, вальнуть плотничка, он просто, ну, не умеет. Ну, как бы, не показали. В группе почему устраивает? Ну, может, потому что волосы длинные, люди нравятся, может, поэтому устраивает. Но по факту это, конечно, смешно. То есть, если придет ученик ко мне заниматься, скажет, здравствуйте, Юрий Петрович, вот я вам отправлял перевод на карту. Давайте заниматься. Я вот посмотрел, типа, вот мой любимый гитарист из моей любимой группы играет так вот. Правильно ли так Юрий Петрович играть или нет? Если скажу, да, мы же рок-братья, что я буду говорить про него, что-то плохое. Да не, ну че, ты че, блин. Нормально все играют, но у него же получается, деньги зарабатывает, он гитара желтая, волосы тоже желтые, все в тему, нормально, че. Играя тоже так. Че, может, какую песню разберем тебе? Табы давай скачаем вместе, посмотрим. То есть, ну что это за уроки будет? С такими уроками, естественно, я не смогу показать результат, который я показываю на своих видосах с учениками, где просто народ валит адски в удар, постругает, мочит и так далее. Поэтому вот так работает гитарная прожарка в образовательных целях.